2017 год в университете прошел под эгидой Николая Лобачевского, строителя Казанского императорского университета. За этот год в Альма-Матре прошел цикл лекций известных математиков и других ученых. Открыт дом музея Николая Лобачевского, который пытались реставрировать три раза за минувший век. А также была вручена премия имени Николая Ивановича Лобачевского Ричарду Мелвину Шену. Не менее вспоминающимся и торжественным выйдет 2018 год, ведь в Кафу и Татарстане он назван годом Льва Толстого. В Казанском федеральном пройдут множество проектов, учреждения медалей и событий, которые будут посвящены великому писателю и тому отпечатку, что он оставил в нашем университете. Президент нашей республики Руслан Маргалевич Мениханов объявил своим указом в следующий год, 2018 год, годом Толстого. И создана специальная рабочая комиссия сегодня по формированию программ этого года. И я думаю, результатом также явится соответствующая премия. Но мы предполагаем или желаем, чтобы было две премии в разных областях, в области лингвистики и в области литературы. На заседании ученого совета в июне 2017 года было утверждено проведение 2018 года в Кафу как года Льва Толстого. Инициатива университета была поддержана президентом республики Татарстан Рустамом Менихановым. 21 сентября 2017 года он подписал указ об объявлении 2018 года в Татарстане годом Льва Толстого. В нашем университете, в республике Татарстан и по всей стране отмечается день рождения классика русской литературы. Некогда студента Казанского императорского университета Льва Толстого. Последние годы Институт филологии и межкультурной коммуникации носит имя Льва Толстого. Соответственно, на уровне университета мы координируем мероприятие, связанное и с юбилеем, и со всеми мероприятиями, посвященными творчеству и биографии Льва Николаевича. Казань и Казанский императорский университет сыграли в судьбе Толстого огромную роль, но немногие об этом знают. Евгений он бы проявил себя везде, где бы он ни оказался, он бы все равно нашел пути для своей реализации. А с другой стороны, Казань, конечно, этому очень много поспособствовала. Причем даже не те годы, которые Толстой провел просто в доме своей тетушки Юшковой, где он получил домашнее образование, и где к нему приходили домашние учителя и так далее, не просто впечатления города, но именно университет. Когда на втором курсе приехала в университет троица преподавателя из Петербурга, среди них оказался Дмитрий Иванович Мейер, то Толстой понял, что есть такое, собственно говоря, учеба в университете. И замечательную фразу Толстой сказал по поводу работы, которую он писал по поручению Мейера, что он понял, что такое радость от самостоятельного умственного труда. Всего Толстой провел в Казани шесть лет, и, возможно, эти годы оставили большой след в его жизни. Ведь считается, что горячая Москва в романе «Война и мир» – это впечатление от сильнейшего пожара в Казани 1842 года, которому он был свидетелем. Диана Шилова, Универньюз.